В пятницу постановлением правительства на 20% увеличен показатель прожиточного минимума в Севастополе. Приняты государственная программа социальной поддержки семьи и детей на 2015 год. И пакет документов направлены на модернизацию сферы образования. Подробности у Анны Малышко. На оздоровление и отдых детей, а также поддержку многодетным семьям в городском бюджете заложено практически 90 миллионов рублей. Профильную государственную программу на внеочередном заседании утвердило правительство Севастополя. Частично она реализовывалась и в прошлые годы. В новом документе ни один показатель не ухудшен, отметил директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко. В том числе субсидия из федерального бюджета Российской Федерации бюджета города Севастополя на предоставление жилых помещений детям, сиротам и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 7 миллионов 331,5 тысяч рублей. И средства бюджета города Севастополя в размере 82 миллиона 663,8 тысяч рублей. Отдельный пакет постановлений, принятый правительством, касался модернизации сферы образования. Дошкольные учреждения Севастополя в этом году получат субсидии на 62 миллиона. На ремонт школьных кабинетов и спортзалов предусмотрено 113 миллионов, а лучших учителей поощрят на общую сумму 400 тысяч. Деньги предусмотрены федеральным бюджетом. Кроме того, отдельным постановлением правительства на 39 миллионов рублей увеличен уставный капитал Морпорта. Деньги пойдут на выплату долгов по зарплате, в том числе и бывшим работникам. Принятие данного постановления позволит в кратчайшие сроки, в течение буквально дней, погасить задолженность по заработной плате, подтвержденной судебными решениями работников ранее существующих госпредприятий в сфере портовой деятельности на территории города. Кроме того, утверждена и новая величина прожиточного минимума. Она устанавливается поквартально, и из этих цифр соцзащита обычно рассчитывает коэффициенты всех льгот. В расчету на душу населения у нас 8330, в Крыму 8348, а предыдущий квартал, который был, это четвертый квартал прошлого года, это 6356. В принципе, величина прожиточного минимума у нас вырастает, вот в этом квартале мы его утверждаем, около 20%. К увеличению на 20% прожиточного минимума, который мы сейчас утверждаем, приведет к более высокому уровню социальной защищенности населения и к увеличению объема средств, получаемых жителями. А в следующем году в Севастополе планируется издание региональной «Красной книги». В нее занесут все редкие виды растений и животных. Анна Малышко, Денис Корвель, информационный канал Севастополя. В России и во всем мире 15 мая отмечается День семьи. Во многих городах прошли специальные акции, посвященные этой дате. В Севастополе в Центре содействия семейному воспитанию провели День Аиста. Это, по сути, знакомство потенциальных родителей с детьми, мечтающих о родном доме. Организаторы мероприятия – Управление по делам несовершеннолетних. Об акции, которая уже стала популярной во всей стране, в следующем материале. Они имеют право на семью и ждут, когда за ними придут. Рисуют карандашами маму и папу. Хотят брата или сестру, а еще дом. Пусть небольшой, но свой. Даже знают, чем будут помогать. Виталик поступил сюда из дома малютки. Свои 13 многое умеет. Рад научиться большему, только бы в семье. Я бы помогал своей сестре, братику, если бы он был маленький или сестричке маленькой. Помогал бы маме, папе. Вышивать, вязать люблю. Копать, красить заборы. В День Аиста в Центре содействия семейному воспитанию много гостей. Самых дорогих здесь несколько десятков. Именно они уведутся с собой в свой дом этих ребят. В прошедшем школу приемных родителей выдают подтверждающие сертификаты. За их плечами не один месяц обучения и сбора документов. С людьми, желающими воспитывать чужого ребенка, работают специалисты. От юристов до психологов. И в день открытой двери очередь не убывает. У нас как бы уже неплохой показатель, скажем так. За первый квартал 2015 года мы создали пять приемных семей, в которые были переданы шесть детей. В Центре содействия семейному воспитанию на конец 2014 года воспитывалось 53 ребенка. То сегодня их уже 42. Среди почетных гостей, да, которую знают здесь уже много лет. Про нее говорят. Любовь Каракуц не просто любит детей. Готова всех их сделать родными. Сама же про себя говорит. Чужих детей не бывает. Мать-героиня увела за руку из севастопольского детдома в свой 11 детей. Вместе с кровными их у нее уже 15. Самому старшему 35, младшему 10. Я с детства убегала из дому нянчить детей в садик. Я просто в три года перелазила через заборы детского сада и вытирала сопли, нянчила карапузов всех. Ну, очень любила. У меня уже у старшего сына восемь детей и шесть из них приемных. У сыновления остается приоритетной формой семейного устройства. При этом предусмотрен ряд мер государственной поддержки. Ежемесячная выплата на содержание ребенка составляет более 14 тысяч рублей. В случае усыновления инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые являются братьями или сестрами, единовременное пособие выплачивается в размере свыше 110 тысяч рублей на каждого. Плюс за детьми сохраняются все льготы, как за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Если эти дети не имеют жилья, то достижение совершеннолетия они обеспечиваются жильем от государства. На сегодня в Севастополе детей, мечтающих о семье, около 60. Школу же приемных родителей прошли 19 человек. Ольга Деменчук, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. Проблемы демографии обсуждали в пятницу на научно-практической конференции в Херсонесе. Еще несколько лет назад Севастополь был столицей абортов. И хотя на сегодняшний день статистика уже не настолько тревожная, вопрос остается открытым. Пути решения за круглым столом искали врачи, общественники и представители севастопольского благочиния. Восьмая неделя беременности – это уже две жизни в одной. Та, которая меньше из-за родыша, постепенно начинает превращаться в маленького человека. Со своими чертами лица и реакцией на происходящее. И явно дает о себе знать. Восьмая неделя – время, когда проявляются все симптомы интересного положения. А еще – самый критический срок с точки зрения ученых. Именно в этот период и происходит большинство абортов, последствием которых может стать бесплодие, а в отдельных случаях и гибель не только малыша, но и матери. Медицинские последствия аборта делятся на три главные причины. Это, прежде всего, инфекционные заболевания после перенесенного аборта, это механическое повреждение самой матки половых органов, ну и как третий момент – это гормональные изменения. Все это в будущем может привести к бесплодию, собственно, отсутствию детей. Главная задача конференции – это не столько осуждение абортов, сколько направленность на то, чтобы сделать рождение ребенка желанным. Церковь практически постоянно проводит разные мероприятия, связанные именно с семейным нашим устроением. Мы пытаемся укрепить семью как таково, чтобы дети наглядно видели, что семья у них есть. Сейчас в Севастополе родов практически в два с половиной раза больше, чем абортов, но проблема все равно остается. В женских консультациях вскоре появятся специальные кабинеты. С матерями, которые решились пойти на отчаянный шаг, будут работать психологи. Но и сейчас, перед абортом, женщине обязательно дают несколько дней или неделю, в зависимости от срока, времени тишины, чтобы задуматься, стоит ли избавляться от маленькой части себя и какова будет цена этого избавления. Александра Толкачева, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. К другим новостям. С 17 по 21 мая в Севастополе пройдут гастроли российского академического театра драмы имени Федора Волкова. Артисты сыграют четыре спектакля по классическим произведениям Антона Чехова, Александра Островского, Эдуарда де Филиппа и Федерико Гарсия Лорки. В пятницу в театре имени Луначарского гости из Ярославля встретились с журналистами. На пресс-конференции они поделились своими ожиданиями от гастролей и даже признались в любви к севастопольскому зрителю. Уже в третий раз артисты российского академического театра драмы имени Федора Волкова приезжают в Севастополь. Это первый русский театр, который был основан в 1750 году. По словам директора Юрия Итина, спектакль отличает прежде всего высокий уровень художественного текста. Его дополняет современный подход к происходящему. Ярославль – очень театральный город. Это действительно то уникальное место, где на протяжении двух с половиной столетий не прерывалась театральная традиция. Как вы понимаете, это как в храме. Театр же – это храм. Вот если в церкви на протяжении столетий она не прерывается, молитва, значит, что-то в этом месте, наверное, есть чуть более, чем материальное. То же самое вот на этой площади Волково, которая раньше называлась иначе, уже два с лишним столетия происходит вот это удивительное чудо под названием театр. В этом году ярославцы привезли четыре спектакля. В их числе «Гроза» по произведению Александра Островского, «Человек и джентльмен» Эдуардо де Филиппо. Чеховский – без названия. Последний по списку, но не по значению – дом Бернарды Альбы Федерико Гарсии Лорки. Спектакль наряду с постановкой по Чехову является номинантом престижной премии «Золотая маска». Юрий Итин отметил, очень рад представить именно севастопольскому зрителю лучшее из репертуара. Мы особенно к Севастополю, именно к Севастополю, учитывая какой это город, насколько он важен, насколько он значим, какие здесь театральные и культурные традиции, мы очень тщательно подходили к выбору репертуара, поэтому пусть на нас не обидится Симферополь, где мы показываем один спектакль, а у вас мы показываем четыре. Постановки рассчитаны на самого взыскательного зрителя, отметили на пресс-конференции. Интересно будет как любителям комедии, для этого предназначен спектакль «Человек и джентльмен», так и поклонникам трагедии. Их ожидает Гроза Островского. Это постановка молодого режиссёра Дениса Азарова. Остальные спектакли поставлены художественным руководителем Евгением Марчелли. Увидеть выступление ярославцев все желающие смогут в театре имени Луначарского. Его директор Ирина Константинова подчёркивает, для всех артистов большая честь принять на сцене гостей из Ярославля. Нам, конечно, есть на что равняться. У нас есть у кого брать профессиональный театральный опыт. И поэтому вот эти гастроли, они не только будут радовать нашего зрителя севастопольского, они прежде всего будут радовать нашу труппу, наш коллектив. И я уверена, что 70 мест будет занято нашим коллективом. С какой завистью, с каким удовольствием мы смотрим спектакли. Какая гармоничная труппа, какая молодёжь талантливая. Концерт и джаз-концерт такой великолепный был. В общем, какое среднее поколение, старшее поколение было. Как актёры друг друга слышат, как актёры работают на сцене. Я вот как бы, кроме как словом балет театральный, ничего не мог, нижнего, что придумал. Потому что я говорю, это балет. Это просто как-то виртуозно, это филиграмная работа. Сами же представители Первого русского театра добавляют. Будут рады видеть у себя в гостях и севастопольских артистов. Ответный визит не исключён. Святослав Данилов, Денис Корвель, информационный канал Севастополя. В Севастополе завершился 11-й международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». В этом году его посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На форум было заявлено 89 конкурсных работ. Участники из 25 регионов России, а также 18 зарубежных стран, в их числе Беларусь, Армения, Германия, Индия, Китай и Франция. Церемонию закрытия фестиваля провели традиционно на территории историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Гостями и участниками стали известные актёры театра и кино, музыканты и общественные деятели. Организаторы отмечают, фестиваль «Победили вместе» вспоминает и говорит о подвигах героев. Подробнее о церемонии закрытия 11-го международного фестиваля расскажем в субботу в информационном выпуске в 19 часов. Проведение чемпионата Севастополя по футболу среди любительских клубов состав постоянных комитетов «Финансовые вопросы». Такими стали основные темы заседания профильной федерации города. На совещание пригласили представителей севастопольских команд. С учётом их мнения и принимались решения. Обо всём по порядку в следующем сюжете. Старт традиционному чемпионату Севастополя среди любительских команд планируют дать 26 мая. В нём примут участие 10 клубов. Это меньше, чем в предыдущие годы. Главная цель заседания – решение организационных вопросов соревнований. Мы собрали сегодня из полкома и команда. Мы хотим на сегодняшнем совещании послушать команд, что они хотят. Потому что есть у команд пожелания, какие-то недовольства. Мы хотим эти вопросы из полкома рассмотреть при командах. И спланировать правильное проведение, чтобы всех устроило проведение данного чемпионата. Один из основных вопросов повестки дня – участие в чемпионате города легионеров. В эту категорию входят люди, у которых нет севастопольской прописки. По положению федерации выступать могут только те, у кого есть постоянная или временная регистрация, или вид на жительство. Посовещавшись, устав изменили и решили. Играть в чемпионате могут все желающие, кроме тех, кто имеет профессиональный статус футболиста и когда-либо участвовал в крымских соревнованиях. Исполком федерации единогласно поддержал данное предложение. Одним из участников чемпионата станет сборная Черноморского флота. По словам старшего тренера Василия Бориса, костяк команды на предстоящий сезон сохранён. Сборная Черноморского флота активно готовится к чемпионату города. Мы провели очень много соревнований, посвящённых Дню Победы. И по плану мы проводим и спартакиаду Черноморского флота, и различные соревнования, чтобы ребята могли качественно подготовиться к чемпионату города. Ещё один вопрос, который обсудили на заседании – подача заявок игроков на участие в чемпионате. Последний день, когда у представителей команд будет такая возможность – 20 мая. До этого времени нужно оформить список хотя бы из семи игроков. Ещё две недели у клубов будет на то, чтобы расширить заявку до максимально возможного количества – 30 футболистов. На данный момент в федерацию поступили заявки лишь от двух команд. Одним из первых документы оформили в сборной Севастополя. Костяк команды, ну и вообще состав команды – это составляют ребята группы спортивного совершенства с Дюшор номер 3. Это ребята в большей степени чаще всего перворазрядники. Возраст в принципе не ограничен, но это они составляют половину команды. И остальные ребята – это наши же почти все севастопольские мальчишки, которые являются выпускниками как с Дюшор, бывшего номер 5, так и Академии ФК «Севастополь». На заседании Александр Красильников объявил о желании создать сборную города, которая могла бы участвовать в чемпионате Крыма. В качестве примера привёл другие российские города. Кроме того, представители федерации недавно узнали хорошую новость. Спасибо большое, что 8-го числа бюджет выделил нам впервые деньги на федерацию футбола. Но мы не хотим их сразу растренджирить и разбросать куда угодно. Мы хотим их тоже вместе с исполкомом сесть и посмотреть, и правильно их использовать. Деньги, о которых говорит Александр Красильников – 1 миллион рублей. Выбрали на заседании и состав постоянных комитетов при федерации футбола. Процедуру проводят раз в 4 года. Утвердили состав 12 комитетов. В седьмой раз орган по взаимодействию со СМИ возглавил спортивный комментатор Владимир Мелянский. Святослав Данилов, Владимир Мелянский, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. И на этом у меня всё. До встречи в эфире.